всем здравствуйте ну что у нас сегодня вторник у нас сегодня с вами запланированный эфир тема очень интересная тема у нас сегодня будет моделирование моделирование на верхней формы я думаю что многие уже слышали что у нас ближайшее время будут выходить уже наши верхней формы и мы сегодня их посмотрим сегодня ими поработаем и как раз у нас будет замечательный повод поработать вновь замечательными новыми акригелями покажу их в работе сегодня расскажу по ним про их достоинства а у них одни сплошные достоинства на самом деле так что начинаем переворачиваемся и поехали я уже подготовила ноготочек что такое верхней формы с чем их едят верхние формы у нас выходят в двух форматах верхние формы у нас будут формате так давайте фильтр выключу чтобы было хорошо видно верхние формы у нас выходят в форме миндалевидная и форме универсальные вот такие вот классический изгиб здесь сейчас я их покажу вам внутри здесь набор достаточно большой здесь идут формы различных размеров от максимальных до самых-самых минимальных то есть подобрать можно на любую форму на любую длину на любое ложе то же самое здесь 140 штук упаковка будет я вам их сейчас покажу вот такой вариант форм у нас выйдет по выходе смотрите формы выходят примерно примерно точно мог пока не могу сказать примерно это будет где-то середина ноября то есть вторая половина ноября формы уже должны поступить в продажу мы на это очень рассчитываем и на это очень надеемся чем хороши верхние формы но это такой достаточно быстрый способ моделирования ногтей если по какой-то причине вы не умеете работать нижними формами либо клиенту сложно нарастить нижними формами в каких случаях это бывает но это грызуны это ноготочки под корень когда сложно поставить нижнюю форму сложно подобраться подобраться вот туда вот под вросты когда очень сильно сломан ноготочек выручают верхние формы также есть мастера кто ну не умеет не получаются работать нижними формами кому верхними будет гораздо проще работать то есть вариантов ну для меня лично девочки верхние формы это идеально идеально на правую руку когда левую ты себе нарастить можешь спокойно хоть арочные ногти любые ногти а правую нарастить себе это уже сложно поэтому для меня идеал верхние ногти это правая рука так я сейчас переключусь было интернета лучше и не прыгал он курс оффлайн девочки вам нужно написать в эми ростов они вас подробно проконсультируют по поводу оффлайн курсов он онлайн курс по верхним формам у нас есть он доступен он в доступе и он он есть если кому-то кто-то не может найти онлайн курс по верхним формам пишите в директ вам обязательно скинут ссылочку на покупку по поводу оффлайн курсов пишите в эми ростов прямо забивается эми ростов наша ростовская школа либо пишите вашим представителям вашим школам вашем регионе если вы не из нашего региона до пробовать нужно разные варианты если нет возможности нарастить на нижние пробовать нужно разные варианты верхние формы и так далее также мы будем сегодня работать с акригелями я вам приготовила все оттенки акригелей для того чтобы было наглядно видно какие у нас существуют оттенки акригели акригели как вы знаете недавно у нас вышли в тубах теперь акригели у нас будут в тубах вот такие вот варианты по 30 миллилитров оттенках в тубов в тубах 5 оттенков 5 у нас получается глаз это прозрачный дасти роуз это темно-розовый milk это молочный cover это наш привычный с вами кстати cover он остался тот cover который мы привыкли с вами видеть в банках cover он самый наверное востребованный у нас акригель и он остался этот оттенок мы оставили и карамель это такой бежевый оттенок на загорелые ручки очень хорошо будет также акригели у нас будут есть вернее вот в таких мини баночках то есть вариант на пробу это те же самые акригели только в более компактной упаковке для того чтобы можно было попробовать разные оттенки то очень удобно вы взяли все вы попробовали то что у вас пользуется спросом то вы и приобрели вот оттенки поближе давайте я вам расскажу по ним кто есть кто это у нас карамель вот он оттенок видите такой коричневато бежевый полигель от акригеля на самом деле ничем полигель от акригеля не отличается это разные названия в разных фирмах в какой-то фирме это полигель в какой-то фирме это акригель то есть у каждой фирмы есть свое какое-то название у нас это акригели это гибрид геля и акрила это milk молочный это cover наш любимый любимый розовый оттеночек соответственно это глаз прозрачный и это dusty rose такие красивые то есть на любой цвет и вкус для любого клиента под любого клиента давайте перейдем к моделированию и потихонечку будем в процессе мы с вами как раз таки еще общаться но маникюр я себе не делала так как еще придется попилить кутикула у меня сильно на самом деле не нарастает идеальный вариант и маникюр практически практически не делаю себе только если для фото видео ноготок я заранее подготовила теперь наша задача обезжирить для этого беру евро клинцер давайте чуть чуть выше подниму наверное камеру и лучше буду приближать беру евро клинцер обезжириваем ногтевую пластину без васовые салфетки обезжириваем ногтевую пластину тщательно особенно в зимнее время особенно под работу с гелем мы очень тщательно обезжириваем ногтевую пластину я даже на клиентов прохожу сейчас два раза потому что наши клиенты любимые любят сейчас применять маслица но мы им сами рекомендуем это любят применять маслица любят применять крем ушки всякие поэтому очень важно сейчас в это время в зимнее тщательно обезжиривать ногтевую пластину дальше дальше мы используем дегидратор я его использую постоянно в работе это дегидратор это идет удаление влаги с ногтевой пластины дополнительное удаление масел удаление кутикул ремувера остатков я его использую практически всегда в работе мне так комфортнее при моделировании наношу полностью на весь ноготок а если nail про попадает под кутикулу это ничего страшного то есть в таким образом мы можем зону кутикулы дополнительно обезжирить потому что он моментально испаряется и не оставляет следов никаких на ногтевой пластине и далее у нас с вами идет ультрабонд это грунтовочный материал это так называемый двусторонний скотч он нам необходим в моделировании это прям жизненно необходимое средство эфир конечно сохраним эфиры сейчас мы сохраняем всегда выкладывают их девочки девочки чуть чуть позже но тем не менее их постоянно выкладывают поэтому эфиры слава богу стали сохраняться в архив автоматически смотрите наносим наносим стык в стык где-то с отступом миллиметр от кутикулы и валиков почему потому что если вы попадете под кутикулы или боковые валики этим средством у него сильная дисперсия по по потом уже этому средству по ультрабонду у вас поплывет туда база цвет финиш все что угодно поплывет и очень сложно будет это потом конечно выпилить то есть наносим стык в стык тонким слоем с отступом от кутикулы далее у нас обязательно использование идет супербонд база у меня сейчас ее под рукой нет не вижу можно брать прозрачную базу нашу классическую классическую бс гель обычная бс гель это гель лаковая база у нее шикарная адгезия на очень хорошо стоит на всех ноготочках в том числе гипергидрозных у которых ручки влажные когда у клиента когда ногтевая пластина очень влажная эта база шикарно стоит то есть можете либо то либо то брать доброе утро из праги доброе утро прага мы тоже вас рады видеть приветствовать и тонким слоем если ногтевая пластина тонкая в принципе если тонкую ногтевая пластина шикарно подходит гелевое моделирование к и гель укрепления тонким втирающим слоем наносим базу не в толщину а именно таким втирающим слоем нанесли сушим сушим 30 секунд и далее мы начинаем уже работать с вами с верхними формами начинаем работать с вами с верхними формами берем верхние формы выбираем тот вариант который нам хочется но мне хочется взять миндалевидные и начинаем подбирать верхнюю форму смотрите можно себе на меточку делать маркером для удобства для удобства какая вам нужна длина я сейчас не буду это делать в принципе я на глаз примерно просто до этого себе наращивала и примерно вижу какая мне нужна длина вот они ноготочки у меня до этого были наращены на верхние формы примерно вижу как у меня окончательная должна быть длина под нее буду подбирать вообще можно взять маркер и маркером делать себе на меточки где вам нужно заужение начать делать то есть от какой точки у вас пойдет заужение точки в роста наметить и наметить уже финишную длину чтобы вы ориентировались как у вас должно быть в итоге насколько растягивать смотрите как мы подбираем форму подробно у вас будет рассказано в курсе в онлайн курсе что могу сказать мы должны форму всегда подбирать запасом то есть если я возьму форму ну вот чтобы у меня видите форма закрывала точки в роста и меня были параллели цельные при том что не вдавливаю туда форму и смотрю вот так вот а именно вот в свободном состоянии потому что там будет материал и если вы будете прикладывать давайте это троечка допустим возьму для примера четверочку вот она четверочка допустим мне конечно вот по ноготочку вроде бы подходит вот эта форма да она красивая на узенько она смотрите она у меня не садится то есть чтобы ее посадить мне нужно прям ее посадить прям посадить но что будет в этом случае я наполню туда материал и при вот таком сажание скажем таки при придавливании у меня весь материал выйдет наружу а вот эти вот боковые точки они у меня просто оголятся то есть материала там не будет потому что плотно форма садится соответственно вот я выбрала смотрите у меня спокойно спокойно формочка становится единственное смотрите ноготочек во первых у меня арочный достаточно у меня арочки хорошие не плоские у меня ногти и что здесь сложно здесь очень важно подбирать правильно форма чтобы не оголялись боковые боковые вот эти вот точки в роста и чтобы боковая параллель присутствовала если мы это не сделаем то ноготь будет зазубренный за галочкой нам это не подходит то есть вот таким образом не должна форма стоять то что ноготь ну форма широковато для моего ногтя я просто буду не вот сюда подводить форму я подведу форму чуть чуть ниже чтобы мне было удобно это выпилить и в дальнейшем я могу возле кутикулы просто доложить материал отдельно либо еще лучше каким-нибудь однофазником все это доработать не однофазником больше даже а наверное нашими камуфлирующими базами у нас есть я сейчас хочу использовать мин гель у нас есть база база есть база файбер кстати шикарная база а есть у нас гель soft milk можно также доработать этим же акригелем потому что в принципе акригелем наносится очень хорошо по стоимости формы будут в районе тысячи рублей упаковка выход я уже сказала выход у нас ожидается где-то середине концу ноября смотрите есть у нас шикарная кисть шикарная кисть для работы с акригелем с одной стороны у нее шпатель с другой стороны у нее кисть кисть натуральный ворс кисть не портится даже если вы будете работать жидкостью натуральный ворс от этого не портится синтетика испортится натуральный ворс нет если неудобно такой кистью подлазить допустим снизу выравнивать можно брать кисть лепесточек чтобы в уголочке во все долезть достать сколько миллиметров большой палец девочки но тут по миллиметрам я наверно вам не подскажу по миллиметрам ну вот самый большой вот смотрите форма достаточно широкая ну левочка достаточно прям большие возможно будет информация по миллиметрам при выходе уже продукции в описании сейчас по мими миллиметром я вам не скажу и так и так смотрите набираем на шпатель на шпатель акригель каким образом мы его немножко придавливаем вот таким вот образом отрезаем и начинаем выкладывать на форму до кисть на самом деле мега удобная я тоже и очень люблю удобно то что все в одном all inclusive то есть у нас и шпатель и кисть в одном флаконе форма многоразовые конечно да девочки форма многоразовые формы вам будут служить очень долго потому что принципе с ними ничего не случается вы нанесли акригель вы посушили форма очень хорошо отходит при том что запас форм достаточно большой даже если что-то с не случилось с одной смотрите буду использовать вот такой очищающий спрей прям в колпачок набираем прям клапачок набираем и апельсиновую палочку беру раскладывать очень удобно апельсиновой палочкой начинаю подталкивать материал подробнее как я уже сказала если у вас не получается работать с верхними формами есть очень подробно у нас онлайн курс по верхним формам где все расписано все рассказано разжевана раскладываю внутри материал по центру меня должна быть самая высокая . у кутикулы конечно я должна свести материал на нет распределяю очень нежно очень плавно не давлю но акригель чтобы он у меня не выходил за рамки можно чуть-чуть под собрать свободный край чтобы у нас задано было толщина хотя бы небольшая ну и плюс поправить форму сразу смачиваем обязательно палочку апельсиновую выложили примеряю смотрю достаточно ли мне длины если мне длины достаточно я оставляю меряю примерно вот по этим ноготочкам если длины недостаточно значит можно еще до выложить подточить двух сторон если сильно большие девочки там очень много смотрите здесь очень много вариантов размеров форм если сильно большие а вы имеете ввиду вот здесь вот но вы же не будете подтачивать под каждого клиента на самом деле если под себя да я могу себе сделать комплект форм и их себе оставить в принципе можно если вы будете работать с клиентами под каждого клиента подтачивать форму ну вам просто физически не хватит форму поэтому проще чуть-чуть ниже было выложить и потом просто перекрыть сверху без опила уже то есть после опила вы сверху просто чуть-чуть перекрыли гелем в технике без опила все хорошо смотрите дальше я беру кисть смачиваю кисть и разглаживаю материал чтобы гладенький он был изнутри чтобы не было каких-то лишних затеков все форма подготовлено принципе и можно выкладывать выкладываем на ноготочек как я уже сказала я буду выкладывать с небольшим отступом и сильно прижимать я не буду я поставила форму чуть-чуть дожимаю ее вниз опускаю чтобы она мне хорошо села чтобы у меня сели мои точки в роста сильно не давите если вы сильно придавите у вас будет выходить за пределы материал и потом в конце концов вам придется очень много очень много опиливать смотрю сбоку принципе форма села сейчас хорошо все боковые стеночки проверила здесь это все потом можно аккуратненько опилить фрезой аккуратно переворачиваю и разглаживаю изнутри рассчитывайте на то что у вас здесь акригель по длине может чуть-чуть вытянуться можно взять тонкую кисть которую я вам говорила и прогладить прогладить именно боковые боковые пазухи чтобы здесь у вас не было больших затеков то есть в длину у вас немножечко материал еще под вытянется поэтому не делайте сильно длинные сразу первоначально не задавайте сильно длину форма чуть-чуть поднялась поэтому поправляю на место убираю кистью или апельсиновой палочкой здесь по бокам остатки материала они мне не нужны я можно излишки так снять если вы видите что очень много материала сразу снимите и поправляю здесь по боковым стеночкам все ну видите у меня ноготочек арочный немножечко поэтому форма такая у меня узкая форма но при этом арочка и форма мне чуть-чуть широковато ничего страшного я это просто чуть-чуть потом уберу все машинкой аппаратом сушили как только у вас пропекло то есть где-то там 30 секунд можно немножечко немножечко поджать форму есть зажимы для форм чтобы не эти зажимы на самом деле девочки не всем подойдут потому что они достаточно тугие конечно есть разные варианты разные ручки но вот на себе я попробовала мне зажим очень такой тугой и когда я зажимаю форму у меня начинает со всех сторон ползти окригель поэтому мне не подошел этот зажим именно вот для верхних форм все чуть-чуть можно поджать аккуратненько по краям можно это зажимом делать можно аккуратно пальцами только не пережмите слегка слегка не пережать самое главное смотрите форма сразу отошла шикарно и по факту досушиваем и слегка опиливаем я сейчас использовала окригель milk milk сушим полноценно две минуты как и любой материал две минуты просушиваем обязательно чтобы материал был полностью сполимеризован и не было потом никаких с ним проблем к формам главное приноровиться в принципе это очень удобно как мы уже с вами обговорили тот момент когда у вас клиенту невозможно поставить нижнюю форму нет возможности совсем нет места то есть можно в этом случае поставить верхнюю форму и это достаточно удобно все сполимеризовали материал и теперь можно его опилить для экономии времени и удобства вы видите даже внутри можно достаточно хорошо разгладить материал чтобы у вас не было лишних затеков каких-то и материал лег очень хорошо ну для правой руки для меня это будет идеальный вариант когда нет возможности подставить форму есть возможность но катастрофически неудобно сами понимаете кто делает сам себе ногти мастера понимают о чем я говорю то есть сам себе мастер это конечно идеально на левой руке но катастрофически неудобно на правой руке берем фрезу можно брать любую любую фрезу кукурузку если вы хорошо владеете фрезами если у вас ну достаточно еще мало опыта работы с аппаратом лучше брать конечно какую-нибудь фрезу потоньше либо такую либо фрезу для снятия потоньше потоньше у нас есть в ассортименте также фрезы сейчас покажу вам тоже очень удобные для снятия именно вот в зоне зоне кутикулы смотрите где не вот они они идут как усеченный конус ими также достаточно удобно работать в зоне как раз таки кутикулы для удаления излишнего материала единственно алмазные конечно фрезы они быстрее забиваются чем керамика поэтому в этом случае конечно керамикой удобней а там уже смотрите сами там уже на самом деле именно ваша ваша привычка ваше видение я возьму сейчас керамическую фрезу и аккуратненько аккуратненько перед тем как проходить фрезой нужно отодвинуть отодвинуть аккуратно материал кожу от материала чтобы фрезой ни в коем случае ничего не перепилить по факту у вас готовый ноготь готовый ноготь который остается слегка попилить и зашлифовать излишки материала снимаю так щёточка боюсь что в камеру будет лететь очень аккуратно аппаратом снимаем излишки и здесь всё можно будет потом доложить уже каким-то гелем кстати очень интересный вариант получится если вы сверху если вы допустим выкладку сделаете как раз вот у вас выкладка получится не под кутикулу очень интересный вариант будет если вы от кутикулы проложите каким-нибудь камуфляжем типа пинк нюд у вас получится действительно результат бэби бумер очень интересный вариант выкладки будет то есть готовый вариант уже в принципе сам смоделирован смотрите я чуть-чуть убрала чуть-чуть убрала вы видите у меня уже по факту готовый ноготь и изнутри чуть-чуть можно выпилить неровности толщину если она у вас осталась поправить и то есть этой же фрезой в принципе все достаточно хорошо убирается если нужно подойти глубоко у вас допустим затеки точках роста глубоко подойти нужно просто поменять фрезу на более тонкую и все вот готовы по факту ноготь все далее вы пыль убираем сразу далее вы подводите все пилкой и если есть необходимость у вас докладывайте материал скорость ну я сейчас ставила скорость небольшую в районе наверное 15 тысяч потому что это работа в зоне кутикулы на самом деле опил в принципе снятия материала я произвожу на полных оборотах 35 тысяч я достаточно давно работаю с аппаратом и ну не боюсь аппарата могу спокойно ставить себе большие обороты если вы начинающий мастер ставьте в районе там 25 тысяч 30 тысяч оборотов 20 тысяч оборотов если вы боитесь но если вы поставите сильно маленькие обороты вам некомфортно будет работать фрезой будет затраты времени больше и фреза может греться материал может под фрезой греться поэтому здесь смотрите помимо комфорта работы еще и на работу фрезы если вы видите что она в натяг у вас идет естественно обороты чуть-чуть нужно прибавить придаю форму блин ну красавчик без каких-либо дополнительных затрат усилий у нас красавчик уже на самом деле на самом деле здесь материал получается отступ от кутикулу не такой уж и большой видно да получился эфир конечно будет сохранен девочки когда его выложить не знаю не спрашивайте девочки выкладывают через какое-то время но обязательно выложат все эфиры у нас выкладываются кстати кто спрашивал про эфир по эйсбейсам он уже в ленте так что переходите после этого эфира смотрите его уже выложили все если есть необходимость чуть снимаем толщину под камерой не совсем удобно пилить вам пилить конечно будет проще акригель пилится шикарно шикарно пилится акригель у него такая тяжелая стружка она не летит в воздух она быстро оседает на стол это очень комфортно то есть нет такого ощущения что вы там задохнулись от пыли вообще нет у акригеля я могу сказать только одни плюсы назвать акригель очень люблю в работе он очень комфортный материал от ремонта трещин до моделирования арочных ногтей он идеален в работе он не течет он не плывет им очень легко работать очень легко его выкладывать одни только плюсы и даже в ремонте трещин на ложе которые вот знаете приходят клиенты вот тут треснул ноготочек ну надломила даже в этом моменте он очень комфортен потому что он идеально держит трещинки идеально далее мы можем сделать любой дизайн какой нам необходим мы можем покрыть просто финишем галь можно тебя попросить мил гель найти выйду из камеры просто неудобно допилить не вижу а посмотри вот там будет есть есть нашла спасибо нам нужно немножко люблю на самом деле ногти достаточно тоненькие шлифуем для удобства возле кутикулы чуть шлифанула чтобы убрать блеск если у нас туда попала база потому что материал нужно будет нанести кутикуле там должен быть должна быть опиленная поверхность все обезжириваем убираем пыль обезжириванием и выложить можно на самом деле мил гель я думаю все знают что такое мил гель софт мил гель в банках была проблема того девочки что очень много мастера кто они не может или начинает работать только с акригелем появлялось много пузырей как бы плюс ну фасовка конечно в банке тоже сложнее за того чтобы не напустить туда пузыри в акригель потому что потом они это не гель и выходят они достаточно долго и комфортно в работе конечно присутствие пузырей поэтому тубах гораздо удобнее в том плане что у вас вот он вы выдавили его нужно количество поверьте с работой вы приспособитесь к той капли которая вам нужно вы выдавили сняли и никакие пузыри не попадают в саму тубу это очень комфортно для мастера в работе был большой запрос и мы выпустили их вот как раз в таком формате вот все обезжириваем да у нас тема верхней формы от компании эми у нас скоро уже вот-вот буквально там через месяц у нас выйдут может быть чуть больше я образно говоря это будет где-то вторая половина ноября рассчитываем пока на этот формат выйдут раньше мы будем только счастливы обезжирили поверхность и смело можем доложить сюда уже гель базу мы наносили можно можно если докладывать либо тонко промазать вот здесь базой в принципе база у меня была туда подведена я ее просто шлифанула можно просто пройти ультрабондом переживайте возьмите чуть-чуть нанесите кутикуле тонкий слой базы но в принципе у нас прав поверхность зашлифована база там было можно вот ультрабондом слегка пройтись и все и далее уже слегка моделируем нам на самом деле даже не нужно моделировать весь ноготь нам нужно только пространство возле кутикулы там капельку доложить ну на курсах да на курсах учат согласна прошли максимально близко могу растянуть первый слой на весь ноготок чтобы выровнять цвет то есть по факту просто промазать здесь возле кутикулы нам-то толщина не нужно и получается здесь больше промазать чем выложить тут минимально будет у нас слой прям совсем минимальный можно чуть-чуть перевернуть чтобы сцентровать тема верхние формы у нас планируется выпуск верхних форм и сегодня мы делаем обзор верхних форм два варианта верхних форм это классическая форма и миндалевидные можно кстати очень удобно также прибегать к помощи гелий в во флаконах просто milk пока во флаконе не вышел нюд пинка во флаконе они присутствуют и очень комфортно ими работать вот как раз таки доложить слегка без опила просушиваем минутку-две сверху мы можем с вами сделать любой абсолютно любой дизайн абсолютно вот он наш ноготочек красавчик наш быстро комфортно дизайн так что у нас по времени успеваем мы с вами успеваем дизайн давайте возьмем наилдресс и сейчас попробую их найти очень люблю мне зашли на илдресс и новые смеки очень кайфовым вот такой на улдресс микки можно поиграться этим на илдрессом в дальнейшем в дальнейшем не знаю какой доделаю дизайн себе успею елей или я его доделать до того момента как мне придется его переделывать такое тоже часто бывает так берем ножнички берем ножнички даже не знаю вот на самом деле как он у меня будет располагаться знаете как хочу наверное сделать вариант с френчем аккуратно подрежу так чтобы у меня получился обратный френч вообще на самом деле хотела себе этот раз нарисовать мультяшки поэтому в принципе в принципе думаю что этот на илдресс окажется очень даже в тему это новая коллекция осень зима 2020 на 21 22 уже позже уже 21 22 вырезала на илдресс ничего такого не делала вырезала на илдресс я себе посажу на дисперсию геля сейчас вы можете наносить если у вас просто пеленая поверхность на слайдер топ чуть-чуть не до размок очень хорошо растворять слайдеры в теплой воде когда у вас такая тепленькая почти горячая водичка они становятся более эластичные и лучше клеятся на ноготок если по какой-то причине это невозможно значит можно можно вот как я использую сейчас можно взять и просто размочить на салфетке или в холодной водичке какой он классный обожаю микки мне и футболки с микки есть мне очень они нравятся эти на илдрессы про мне очень очень меня вдохновили так чуть-чуть и вот клею чтобы аккуратно подоткнуть под кутикулу прямо апельсиновая палочка вот видите подхожу глубоко под кутикулу ну даже вот так уже идеальный вариант сушу обязательно фиксируем в лампе далее возьму nail prep смотрите чтобы удалить остатки можно обрезать аккуратно а можно вот так вот капнуть сюда nail prep снять сразу излишки что не снимется потом вы салфеточкой без варсовой обезжиривателем в конце удалите и аккуратненько аккуратно проходим и удаляем из под кутикулы остатки и дальше уже ультрабондом прохожу по всей длине по всему nail dress только стык в стык чтобы у вас он не испортился далее фиксирую уже слайдер топом здесь уже слайдер топ в хлоргексидине размачиваю о таком я еще не слышала очень-очень тонко чтобы не задать никакую толщину на ноготочки чтобы не было у нас плюшек нам нужно только зафиксировать сам слайдер сейчас все сушим 30 секунд слайдер топ он помогает нам зафиксировать наш слайдер он идеально держит слайдеры и так как в состав слайдер топа входят лаковые компоненты он помогает растворить сам слайдер то есть мы растворяем ультрабондом плюс слайдер топ в результате у нас слайдер на самом деле превращается грубо говоря в краску пленка растворяется остается на ноготочке по факту краска и держится он идеально от коррекции до коррекции даже если у вас снизу слайдер выходит на торец на свободный край ноготочка дальше если я хочу что-то приклеить я обезжириваю вот как раз сейчас у меня вот эти все остатки слайдера они уйдут я обезжирила вот они у меня ушли все остатки слайдера с кожи и теперь могу наносить любые абсолютно любые шармиконы или все что моей душе угодно ну моей душе сейчас угодно шармиконом приклеить если я сейчас найду слова нашла какие-то слова вот отсюда и поработаем то есть можно вот смотрите можно вот так вот приклеить по серединке шармикон так поправляем по центру на обезжиренную поверхность идеально клеится шармикон вы видите то есть если он прилип так он прилип потом его очень сложно будет переклеить так секунду секунду выйду из камеры потому что мне по центру сложно попасть под камерой чтобы не был потом кривой ноготок у нас если вы приклеили шармикон не придавливайте его сразу сначала его поправьте сначала его поправьте а потом уже пригладьте иначе вы его потом не переклеите ничего уже с ним не сделаете смотрите он он просто порвется все вот я его переклеила прицелилась только теперь я его тщательно прижимаю ну и вниз вниз или вот сюда мне хочется приклеить еще что-нибудь вот такое очень классно примерять видите слайдер шармиконы очень классно примерять так как у них прозрачная подложка все перекрываем финише можно перекрыть глянцем можно прикрыть матовым финишем если матовый то это вельвет если глянцевый то у нас идеален ультра шайн сверху вы можете зафиксировать тем же топом текла с шармикон чтобы он у вас держался хорошо если если у вас очень активный клиент в принципе если вы знаете что клиент суносит очень хорошо то можно и не фиксировать здесь уже на усмотрение ну для вашего спокойствия конечно я бы посоветовала это сделать просто тонко промазать сам шармикон я хорошо ношу шармиконы плюс сто процентов мой маникюр больше двух недель не проживет дай бог чтоб он две недели прожил потому что у меня идет постоянное переделывание постоянное какое-то то для фото то для теста то еще для чего-нибудь постоянно переделывание маникюра и они у меня ногти долго не живут поэтому мне нет смысла дополнительно промазывать кисточкой тонкой можно кутикуле провести подвести топ если неудобно так как это матовый чтобы у вас там не блестела глянца не было много возле кутикулы все просушиваем и потом я еще сюда добавлю может быть какие-нибудь мазки эмпасты просто еще не знаю в каком стиле будет будут остальные ногти поэтому что-то можно добавить сюда еще эмпасты какие-нибудь яркие мазочки будет очень прикольно вот он наш ноготочек ноготочек сделанный верхний на верхние формы ноготочек сделан акригелями акригель в данный момент у нас был где он milk акригель milk вот в таком формате новые тубы на самом деле очень удобно в использовании выдавил отрезал и работаем все пожалуйста вот формат вот они верхние формы которыми мы работали повторяю еще раз верхние формы выйдут у нас во второй половине где-то ноября мы их ждем мы на них рассчитываем верхнем формы будут у нас в двух форматах это универсальный классический изгиб и миндалевидные формы 140 штук вот такой упаковки пластиковые вот они вот таким образом они у нас будут продаваться все надеюсь что вам эфир был полезен что он вам понравился ну прикольный дизайн прикольный ноготочек какой получился достаточно быстро поэтому если какие то есть остались вопросы пишите в директ пишите мне в директ я буду отвечать на ваши вопросы я рада была вас всех видеть слышать прикольные микки да мне тоже не очень нравится классный очень nail dress я с вами буду прощаться до следующего вторника всем пока пока